Саранский ветсанутильзавод еще в сентябре негласно признали главной городской вонючкой. Раз за разом брали различные пробы, выясняли концентрации веществ, только сделать ничего не могли. Окончательный вывод мы можем сделать только при помощи управления Росприроднадзора при Республике Мордовия, потому что все выбросы для каждого предприятия определяют они. И отчетные формы по количеству выбросов тоже у них. И вот Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии рассчитало вред, который нанес ветсанутильзавод городской земле. В рублях это без малого 2 миллиона 400 тысяч, в единицах измерения площади 910 квадратных метров. Почти тысячу квадратов вязкой вонючей жижи в перемешку с костями специалисты обнаружили на внеплановой выездной проверке. Когда она случилась, доподлинно неизвестно. Возможно, в очередной раз, когда завод просто не работал. Ведь такое уже случалось с местным минсельхозом. Когда вы туда выезжали? Вы вчера нам так бойко доложили, что все нормально на ветутильзаводе, все в порядке. В какое время вы туда выезжали суток? Я выезжала туда в субботу в вечернее время, это было неделю назад, и неделю не днем выезжала. Ну все то время, когда там технологические работы не ведутся. Просто не разобрались в вопросе. И никто вам, видимо, это не подсказал. А город продолжает отравлять. Увидеть такое своими глазами не мог ни один проверяющий. И дело теперь не в том, что свои грязные дела предприятие привыкло творить под покровом ночи. Вет-санутильзавод законсервировали еще в начале сентября. В ветеринарном санитарном утилизационном заводе выбор загрязняющих веществ осуществлялся без локальных очистных сооружений. То есть нами было направлено материалы в суд о приостановлении деятельности. Судом принято решение о приостановлении на 60 суток, то есть до устранения нарушений. На устранение нарушений у вет-санутильзавода остался еще месяц. Это чтобы воздух не отравлять. А вот за уже испорченную почву предприятию вынесли постановление о привлечении к административной ответственности по соответствующей статье. И теперь вет-санутильзаводу грозит штраф от 40 до 80 тысяч рублей. Или очередное приостановление деятельности на срок уже до 90 суток. Светлана Лашина. Наши новости.